Привет! Сегодня речь пойдет о том, как правильно играть ремклик. Ремклик это способ звукоизвлечения, когда мы берем барабанную палочку, вводим на малый барабан вот таким вот способом и делаем вот так. Многие играют различным способом, но здесь опять же вопрос звукоизвлечения. У малого барабана огромное количество зон, я не веду на пластике, и в соответствии с тем, как вы располагаете барабанную палочку, такое звучание и получается. Например, если мы расположим основание барабанной палочки вплотную к обручу или к ободу барабана, кому как нравится, то получим такой звук. Если мы расположим основание палочки ближе к середине, получим следующее звучание. Я не говорю, что это правильно или неправильно, хочу поделиться просто своим способом исполнения, как делаю я. Держу палочку двумя пальцами, основание палочки располагаю вот таким вот образом, пальцы средний безымянный мизинец свободно, палочку кладу на малый барабан между раз, два, между двумя винтами здесь, и ровно такая же история происходит с основанием барабанной палочки, раз, два, то есть она все время получается находится по середине, как делит барабан на две равные части. Это очень важный момент на самом деле, и то есть относительно вот этой вот прямой линии я все время выстраиваю, выстраиваю, ну то есть регулирую положение барабанной палочки. Дальше. Основание палочки от обруча смещаю на 3-5 сантиметров, вот, в общем, хорошо, вот отсюда, от края. И таким способом получаю звучание барабана максимально открытое и максимально похожее на цокот копыт, наверное, если так можно выразить мысль. В отличие от... Или... Еще один важный, но маленький нюанс. Смотрите, ладошка, мягкая часть ладони, она у нас все время располагается на пластике барабана. Почему? Потому что, во-первых, это у нас опора, рука находится не на весу, иначе тогда дельты, трицепсы и бицепсы дадут знать о себе в ближайшие 2-1,5-2 минуты. А таким... Играя таким вариантом, что ладонь находится на пластике, можно играть, как целый вечер. И также это контроль над инструментом, контроль палочки во время игры, опора. И сурдина. Мы сурдиним пластиком. То есть, вместо того, чтобы получить ведерное звучание, корытостайл, мы получаем с вами исключительно прозрачное, стеклянное, теплое, ламповое звучание малого барабана. И еще разочек. Середина, основание, ладонь на пластике. Смотрите, как будет изменяться звучание. Ищем самое яркое звучание, фиксируем это положение Играй. 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 Александр Филиппов с вами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok